Прямой диалог – лучшее решение проблем. Так считает мэр Нижнекамска Айдар Медшин. Он вновь встретился с горожанами. Самый первый и главный вопрос – что же будет с городским парком? Мы будем в следующем году не только в городской парк, мы планируем ход рядом с вами по спортивной памяти Чернобыльцам. Если сил хватит, мы его также будем устраивать, как сквер. Если не хватит сил финансовых, то ограничимся, но обязательно сделаем сам монумент, он согласованный эскиз. Так же, как и памятник, точнее, композицию афганцев, опыта первой школы. Обсудили навстречу и проблему ремонта подъездов. Решение ее вполне реально. Все зависит от самих жильцов. Не будет долгов за коммунальные услуги – будет ремонт. И мы просим, пока маляры не ушли, все равно подъезд тоже сделают ремонт. Мы договорились, что те подъезды, не только дома, а те подъезды, которые не имеют задолженности за шилищно-коммунальные услуги, в них будет производиться ремонт. Если возникают те, которые позднее справились с этим, надо тоже заходить на эти подъезды. Поговорили и о вечных проблемах внутри дворовых дорогах. Айдар Медшин рассказал, что и где смогли залатать. Также на встрече мэр предложил план по взаимному сотрудничеству. Если вы у себя во дворе, собравшись с населением, с активом, решите, что у нас есть такое мнение, такое видение, и мы хотим вот таким образом решить этот вопрос. На встречу с главой собрался полный зал людей. Почти у каждого был вопрос. Нижнеканцы отметили, что такой диалог позволяет тесно сотрудничать с руководством и решать наболевшие общегородские проблемы. Встречи очень полезны и нужны для населения, так как власть народу сближается. Население напрямую слышит из уст первого руководителя информацию о городе, что делается в нашем городе. А в нашем городе делается много. Их нужно, причем нужно проводить обязательно, чтобы население знало, что у нас ведутся работы по благоустройству города, что люди, которых мы выбираем, которым мы доверяем, действительно работают и работают в нужном направлении. Он всегда хорошо разговаривает. Хоть ему на прием идти, хоть вот здесь обращайся. Он всегда хорошо обращается, Мечен, как будто мы свои ровесники. Те, кто не успел задать вопрос или не захотел сделать это публично, написали свою просьбу, жалобу или благодарность на бумаге. Айдар Мечен пообещал, что не оставит без внимания ни одного обращения нижнекамцев. Аделия Сатарова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.